11 апреля 1945 года американские войска вошли в Бухенвальд, в самый крупный концентрационный лагерь. В марте того же года вспыхнуло вооруженное восстание, организованное интернациональными силами самих заключенных. Благодаря этому нацисты не успели замести следы своих страшных преступлений, и показания узников дошли до Международного Нюрнбергского трибунала, после которого ООН признала 11 апреля как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На воротах этого лагеря виднелась надпись «Едам даст зайна, каждому свое», что хотели сказать этим нацисты. Они подчеркивали, что вступают за некую высшую справедливость, в которой торжествует право сильного, право арийца, перед которым все должно трепетать. Советские заключенные здесь носили полосатую арестантскую форму, как и другие пленные. Их отличием стал красный треугольник на левой стороне груди, с латинской буквы «Р». Красный треугольник обозначал политический, буква «Р» – русский. Особенно много заключенных погибло в филиале лагеря под названием «Тора». Здесь, в подземных помещениях и цехах, производились самолеты-снаряды «Фау». Согласно замыслу нацистов, ни одного из его узников, который был занят в строительстве секретного подземного завода, а затем трудился в его цехах, не должен был выйти на поверхности живым. Все они считались носителями государственной тайны и были включены в специальные списки Главного управления имперской безопасности СС. Когда предприятие под землей заработало, на нем действовало сразу два конвейера. С одного сходили самолеты-снаряды, с другого – несколько грузовых автомобилей. Каждый день вывозили трупы узников, которые потом сжигали в крематории Бухенвальда. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе войск союзников, организовали успешное восстание. Им удалось в условиях строжайшей конспирации смастерить радиопередатчик. В ночь с 7 на 8 апреля они передали в эфир радиограмму на трех языках. Здесь концентрационный лагерь Бухенвальд, СОС. Мы просим о помощи, эсэсовцы хотят нас уничтожить. В ответ было получено сообщение «Держитесь, спешим к вам на помощь». Дожидаться американцев не стали. 11 апреля прозвучала сирена, давшая сигнал к восстанию. Один из отрядов ворвался на склад с вооружением и боеприпасами. Была прорвана колючая проволока, захвачено здание комендатуры. На помощь кузникам в лагерь вошли американские войска. Восстание в Бухенвальде – это не единичная попытка советских пленных противостоять зверствам фашистам. Восстание в Треблинке 2 августа 1943 года. В Собиборе 14 октября 1943 года, когда советский офицер военнопленный Александр Печерский организовал и возглавил восстание в лагере смерти, ставшее единственным успешным массовым побегом узников из нацистских концлагерей. Была попытка восстания в Освенциме 7 октября 1944 года, но охрана лагеря быстро ее подавила. Arbeit macht frei. Ворота в Освенцим. Ворота в ад. Через них заключенные каждый день отправлялись на тяжелые работы. Перед воротами играл оркестр, состоящий из других заключенных, подчеркивая идею того, что труд – это путь к свободе, это праздник. Таким образом, захватчики издевались над узниками, говоря о том, что человек может быть свободным, жить, только пока работает. Немецкий конвейер был налажен с присущей педантичностью. Все шаги были расписаны по регламенту. Приезжающие семьи разделялись по половому признаку. Затем проходила процедура селекции, при которой легким кивком головы люди отправлялись на смерть или трудовую повинность. В конце 1944 года, когда советские войска были недалеко от Освенцима, лагерное начальство объявило эвакуацию заключенных на территорию Германии. Эту эвакуацию сами заключенные прозвали маршем смерти. Тех, кто не мог идти, отставал, падал, фашисты расстреливали и забивали. Колонна оставляла за собой сотни трупов. Всего немцам удалось вывезти около 60 тысяч заключенных. Освенцим был освобожден Красной Армией 26 января 1945 года. Но вернемся к Бухенвальду. За время существования лагеря за его стенами побывало более 250 тысяч заключенных. Не менее 56 тысяч человек погибло. Из них 11 тысяч были евреи. Красная Армия освободила от фашистского гнета Освенцим, Ревенсбрюк, Майданок и другие концлагеря. Спасение узников стало началом великой освободительной миссии нашей армии. Но это уже совершенно другая история.